Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал GameStones. Блистательная эпоха махараджи клонула в лету, но до сих пор всплывают те или иные уникальные сокровища. О бесценном и удивительном ожерелье я расскажу сегодня подробнее. Представьте себе тысячу карат в одном украшении. Мало где можно увидеть в одном месте такое количество драгоценного веса. Индийские махараджи принадлежали к легендарной эпохе великих моголов и за 300-летнюю историю сумели накопить потрясающие сокровища. Еще в 17 веке многие могольские правители заказывали себе европейских ювелиров. Зачем им это было нужно? Им нравилась тонкая европейская работа, дизайн, искусство наложения эмали. В начале 20 века таким ювелиром стал Жак Кортье. Именно он приехал познакомиться с махараджами и подробно получить все инструкции. Сначала для проверки махараджи заказали ему небольшое колье в 350 карат, сущий пустяк. Полностью удовлетворившись работой, знаменитый махараджиного нагара отпустил Кортье домой. Вот посмотрите эскиз тестового колье, которое заказал махараджа для Жака Кортье. Слава об искусных европейских ювелирах распространилась по всей Индии. И в 1925 году в Париж прибывает махараджа Пхупендар Сингх. Его сопровождает свита из сотни охранников и более нескольких сотен наложниц. Помимо политических целей, ради которых приехал махараджа в Европу, он был заинтересован сделать у Кортье заказ самого дорогого и самого роскошного в мире колье. И чтобы его слова не расходились с делом, махараджа приоткрыл несколько сундуков с драгоценными камнями, чтобы Кортье мог выбрать лучшие из лучших камней. Сделка была заключена, и ювелирный дом Кортье получил ни много ни мало, а больше четырех тысяч драгоценных камней. При этом крупные драгоценные камни пошли на изготовление самого ожерелья, а более мелкие являлись, собственно говоря, оплатой работы Кортье и его подмастерьев. Спустя ровно три года ожерелье Патиала было готово. Почему ожерелье было названо именно Патиала? Дело в том, что Патиала – это самый большой и развитый регион Индии. Собственно, этим регионом и владел махараджа Пхупиндар Сингх. Ожерелье состояло из двух тысяч девятьсот тридцати драгоценных камней. Когда это ожерелье Патиала надевал махараджа, это был самый роскошный бриллиантовый наряд махараджи, который кому-либо когда-либо удалось увидеть. Ожерелье состояло из пяти бриллиантовых нитей. В центре расположился знаменитый желтый бриллиант Дебирс. Выкупленный на выставке в Париже в 1889 году. По бокам ожерелья были инкрустированы рубины-голубиная кровь, а в центре сверкал красавец-голубой бриллиант. Вес драгоценного счастья был больше, чем тысяча карат. В этом ожерелье Патиала махараджа Пхупиндар Сингх выходил на все церемониальные рауты, встречи с послами и так далее. Кстати, забыла добавить, что желтый бриллиант Дебирс, который имел вес порядка четырехсот сорока шести карат до огранки, был найден в Африке и выкуплен еще предками махараджи на аукционе. Последний раз вживую ожерелье Патиала видели на сыне махараджи, Ядовиндра Сингхи, в 1941 году. В то нелегкое время Индия была зажата требованиями Великобритании, и все сокровища махарадж потихоньку начали таять. Сначала продавались крупные камни, затем более мелкие. Практически все крупные камни из этой сокровищницы были проданы, и судьба их неизвестна. Так и закончилась бы эта история, если бы не одно обстоятельство. В 1998 году на аукционе в Лондоне появились уникальные платиновые цепи из этого ожерелья совершенно без камней. Об этом узнал один из сотрудников дома-кортье и сообщил руководству. Было принято решение выкупить срочно все возможные цепи и постараться восстановить уникальную драгоценность. И вот в 2002 году кортье представил восстановленное ожерелье Патиала. Правда, вместо рубинов голубиная кровь и знаменитого желтого алмаза де Бирс пока стоят искусственные камни. Руководство кортье надеется, что в природе появятся еще уникальные драгоценные камни, с помощью которых можно завершить восстановление этого сокровища. Спасибо, что досмотрели! Не забудьте подписаться на мой канал, если тема ювелирных чудес и драгоценных историй вас вдохновляет. Крепкого вам здоровья и удачи! Давайте думать о прекрасном!